Девчонки, всем большой привет! Рад вас приветствовать на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами поговорим про небюджетную косметику. В предыдущих видео про фавориты я вас спросила, интересно ли вам небюджетная косметика, потому что обычно я снимаю про бюджетную. Вы мне написали, что интересно, поэтому сегодня будет немножечко люксовой косметики. Будет и декоративка, и уход. Поэтому смотрите, я надеюсь, вам будет интересно, и что-то вы здесь для себя найдете. Давайте начнем с декоративки, хотя обычно я начинаю с ухода. Первое, про что я хочу рассказать, это вот такая тушь. Это тушь от Клиник, называется Ча Беллаш. Это моя самая любимая тушь за последний год. Я с ней подружилась не сразу. Сначала я открыла, и у меня вообще ничего с ней не сложилось. Она у меня вся размазалась. Она была некрасивой, ресницы были слипшиеся. Я ее убрала и забыла про нее. У меня, кстати, очень часто с новыми тушами такое бывает. Это вот такая тушь с огромной кисточкой. Здесь много-много мелких щетинок, и у нее на закругленном кончике тоже щетинки. И я не сразу приноровилась к такой вот огромной кисточке. Она достаточно жидкая, когда новая. Но потом она немножко схватилась, и я поняла, что это самая лучшая тушь, которую я вообще в своей жизни пробовала. У меня есть куча бюджетных любимых тушей, но все я теперь сравню именно с ней. У меня одно такое бывает. Вот что-то, какой-то продукт начинает нравиться, и если ты что-то другое пробуешь, ты уже сравниваешь с ним. Если у вас так же, напишите мне об этом под видео. Это просто прекрасная базовая тушь, которая делает очень пышные, длинные, хорошо прокрашивает, разделяет реснички. И самое главное, она их вот подкручивает, и до конца дня они остаются вот в этом подкрученном состоянии. Немножко она начала осыпаться, когда уже практически вот подсохла. Она сейчас уже почти высохла, ее можно уже спокойно выкидывать и покупать новую. Но я думаю, это не проблема туши, а проблема того, что она просто уже... Ну, я очень много месяцев ей пользуюсь, и пора бы ее уже заменить. Вот, а так, в остальном, это самая лучшая, прекрасная и самая моя любимая тушь, которую я советую. Если вдруг у вас сразу с ней не сложится, дайте ей второй или третий шанс, в плане вы купили, попробовали, закройте ее, пускай полежит, потом еще раз попробуйте. На что у меня сложилось именно так. Следующие два продукта от компании Мак. Я, по-моему, много уже на своем канале об этих продуктах рассказывала, но они мои самые любимые. И вот это те продукты, которые заканчиваются, и их покупаешь еще раз. Это, значит, первая вот такая вот рассыпчатая прозрачная пудра Prep & Prime от MAC. Я ее использую именно для видеосъемки. Я бы ее, наверное, не совсем советовала для обычной жизни. Это идеальная пудра для того, чтобы делать фотографии, снимать видео. Она круто закрепляет макияж. Да, она будет заметна при рассмотрении в зеркало. Но зато с ней вот вы накрасили, зафиксировали макияж, и пока вы его не смойте, он будет у вас на лице держаться вот ровно так, как вы его зафиксировали. Поэтому для меня это незаменимая штука. Лучше этой пудры для съемок вообще нету. Следующий продукт от MAC это вот такая вот матовая помада с просто невероятно приятным сливочно-карамельным ароматом. Это один из самых популярных оттенков. Называется Ruby Woo. Это такая помада, которая, мне кажется, уже покупается на всю жизнь. То есть, если она закончилась, ты покупаешь этот же оттенок из той же серии. Сколько бы красных помад я не пробовала, я всегда возвращаюсь именно к ней. Так, значит, из декоративки все. Давайте перейдем немножко к уходу. В принципе, по-моему, осенью купила вот такой вот серум от Clorace. Тоже какие-то... Хотя нет, да, была какая-то скидка на него. Я на нее, на эту сыворотку давно смотрела. Ну, кстати, я так приличненько поиспользовала ее уже. Мне кажется, где-то с 25 лет все-таки нужно использовать более такой, посильнее уход, чем до 25. Значит, про сыворотку. Когда я только начала ей пользоваться, она мне начала забивать поры, и у меня прям все лицо начало каким-то прыщаем покрываться. И я просто поняла, что я очень много ее использовала. Я убавила... Здесь можно убавить количество средства, которое выдавливается. Там внутри идет вот такой флакончик, который смешивается вот с этим вот средством, которое вот здесь вот снаружи. И когда вот здесь вот помпу нажимаете, выдавливается два средства, и вы их смешиваете и наносите на лицо. Здесь есть маленькая капелька, есть большая капелька. То есть вот так вот можно покрутить и выставить ту дозировку, которая вам удобна. Это очень крутая сыворотка, я ее использую под крем. Крем я дальше вам покажу. У нее такой средненький аромат, ну что-то есть такое, но я бы не сказала, что это супер приятно, зато она очень круто действует. Когда ее вечером наносишь, на следующий день утром, я даже не знаю, как вам объяснить, насколько приятная, нежная и гладкая кожа. У меня такая кожа, что она как бы комбинированная, склонная к жирности, но она почти всегда обезвоженная. Поэтому я стала использовать вот такие средства, как сыворотки. Они мне очень круто помогают. Я вообще подсела на крема Клиник. Первое, что я попробовала вот такого для сухой кожи, это было еще прошлой зимой, как раз после Нового года. Это замечательный крем. Хоть он и для сухой кожи, мне кажется, для сухой кожи его маловато. Он больше подойдет для нормальной. Он не супер жирный, у него такая кремовая текстура. Он хорошо впитывается, ни липкости, ничего нет. И вот моя кожа его прям впитывала. И, кстати, улучшение в плане состояния моей кожи началось именно с того крема. Потом я попробовала вот этот вот крем, который 72 часа увлажнения. Сначала купила 30 мл, уже добила. И вот сейчас купила уже еще 50 мл. Это мой самый, наверное, любимый крем. Гелевый такой текстуры. Он очень легкий, но он хорошо увлажняет. Вы его не ощущаете. Он быстро впитывается. Он очень приятный, легкий, водянистый, хорошо распределяется. Но вообще никаких проблем с этим кремом не было. Я уже несколько раз тоже вам рассказывала про это средство. Это Акларас Бустер Энерджи. Это такие вот капельки, которые вы добавляете в свой основной крем. Это как витаминки, я считаю. Но они очень круто помогают. Это опять же из-за такой серой, некрасивой. Ну вот, в какой-то момент у меня просто очень плохо выглядела кожа. И вот эта вот штука мне прям очень сильно помогла. Сегодня я вам показываю только те средства, которые реально очень круто на мне сработали. И которые я вот прям смело могу всем рекомендовать. Единственное, если у вас там, например, сухая кожа, возможно, вам вот этот гель не подойдет. Но в целом, все, что я показываю, оно на мне прекрасно сработало. Расскажу вам вот про эти крема. Вот, по-моему, видно по этим упаковкам. Здесь два новых, еще совсем закрытых. И здесь два уже распакованных. Я их беру про запас, вдруг их снимут с производства, чтобы я не осталась без этого крема. Это крем Клиник, крем для глаз, Пеп Старт. Один у меня лежит в косметичке, с которой я езжу куда-то. Второй стоит дома в ванной. Мне очень нравится этот крем. Мне он нравится тем, что он не супер жирный. Он очень легкий, он круто увлажняет кожу под глазами. Лично для меня он супер комфортный. А мне вот сейчас хочется использовать такие средства, которые и работают, и они комфортные. Чтобы была легкость, было увлажнение, был такой... Чтобы кожа чувствовала себя просто комфортно под этими кремами. Если мне вот прям совсем не хватит от этого увлажнения, я его наношу чуть побольше и оставляю до утра. Я даже излишки не убираю, и утром просыпаюсь, и просто прекрасно увлажнена кожа под глазами. На этом, в принципе, все. Я надеюсь, это видео вам понравилось. Если это так, то поставьте обязательно пальчик вверх и внизу обязательно делитесь своими фаворитами небюджетной косметики. И уходовой, и декоративной. Если что-то можете посоветовать, чтобы я попробовала, тоже обязательно смело всегда советуйте. Не стесняйтесь всегда, пишите комментарии, какие-то запросы на видео, и я стараюсь с вами как-то больше взаимодействовать в комментариях. И почти всех запоминаю, кстати, по значку, кто мне часто пишет, кто пореже пишет. И всегда радуюсь, когда люди возвращаются и что-нибудь мне даже просто пишут привет. Вот, на этом, в принципе, все. Всем огромное спасибо за внимание. До скорых встреч в следующих видео. Всех целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok